Приток прямых иностранных инвестиций в Кыргызстан за прошлый год сократился на 30%. Такая ситуация сегодня происходит во всем мире. Отток инвестиций наблюдается практически во всех сферах, ну кроме разве что горнодобывающей отрасли и сельского хозяйства. Объективная причина – пандемия, но есть и другие. И до пандемии вопросы с инвестицией и с инвестиционным притоком у нас были большие проблемы. В этом вина – это те законодательства, которые мешают свободно двигаться экономическим процессом. Вроде бы государственные органы ссылаются на то, что они делают все по закону, например, запрещают, проверяют, вынуждают, принуждают, в общем, делают все, чтобы инвестиция чувствовала себя несвободно. И поэтому все эти законы надо пересмотреть в соответствии с экономическими закономерностями. Мы уже этим вопросом занялись, это требует определенного времени, мы сейчас неустанно этим занимаемся. В указе главы государства даны конкретные рекомендации правительству, в том числе за три месяца разработать пакет законопроектов, чтобы повысить эффективность судебных органов по обеспечению надежной защиты прав и законных интересов предпринимателей и инвесторов, а еще чтобы иски субъектов предпринимательства рассматривались быстрее. Чтобы улучшить инвесклимат, во-первых, нужно создавать условия для всех предпринимателей, как для иностранных, так и для отечественных. И последние моменты, конечно, отрицательно влияют на инвестиционную предпринимательскую деятельность, поскольку есть факты злоупотребления со стороны налоговых органов, правоохранительных органов. Если будет изменена вся правоприменительная практика всех наших правоохранительных и государственных органов, мы думаем, что будут созданы очень благоприятные условия. Еще один пункт – декриминализация экономических преступлений и проступков. То есть необходимо разработать проект закона, который предусмотрит полный запрет применения меры пресечения по экономическим преступлениям в виде заключения под стражу в ходе досудебного производства. А вот должностные лица правоохранительных и фискальных органов за нарушение прав предпринимателей наоборот будут нести полную ответственность вплоть до уголовной. Потому что есть действительно такие факты, когда закрывают руководителей, как говорится, предприятий. И вот здесь как раз говорится о декриминализации экономических преступлений, о том, чтобы инвесторы, не только иностранные инвесторы, наши отечественные инвесторы чувствовали себя спокойно, что да, можно инвестировать в Кыргызскую республику, ты не потеряешь эти деньги. Правам и интересам предпринимателей и инвесторов отныне внимание будет уделено особое. На это направлен указ президента. Кыргызстан должен стать инвестиционно привлекательным, а для этого инвесторы должны чувствовать себя более защищенными. Аяна Дюшикеева, Эсентурабыкеев, Аллато, 24.